Актер и просто талантливый человек, Денис Малютин. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Денис, он приехал в Новосибирск, в родной Новосибирск, кстати, вы здесь родились? Да, совершенно верно, да. В родной Новосибирск, но ненадолго, а на каникулы, а потом его ждет большое увлекательное путешествие. Немножечко об истории для тех, кто не в курсе. Денис служил у нас в Театре Глобус, все верно? Да, да, да. После этого он стал сразу режиссером Барнаульского театра? Нет, нет, я уехал на Дальний Восток, я работал в городе Уссуиски, два года главным режиссером, и после чего я, вернувшись в город Новосибирск. Учеба в Москве вообще-то еще была? Ну, конечно, да, 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 она параллельно... Это была еще вообще до-до-до, наверное, да? Нет, она была параллельно той работе, которую я делал в Глобусе, я работал и артистом, и одновременно еще заочно учился в Московском театральном институте. Театральных институтах учат заочно? Да. Вот это актеры учат. На режиссеров и на актеров, да. Вот это да. Вот как раз мы часто спрашиваем наших гостей, которые приходят в эту рубрику, что хотели бы они из актеров перейти в режиссеры. У всех разное мнение, а вот как раз... Живой пример. Почему так получилось, что с подвиглой немножко переквалифицироваться? Ой, вы знаете, на самом деле, как бы сказать о том, что я чего-то хотел кому-то что-то доказать или там как-то вот самоутвердиться в том, что я там вот знаю, как ставить спектакли. Что вы мне командуете, я вам сейчас тут как поставлю. Да, да, да. Совершенно была иная у меня цель. Это больше в первую очередь для себя как-то самоопределиться, да. Когда ты актер, ты как-то все смотришь на жизнь как-то немножко с другой стороны. Ты выполняешь те задачи, которые ставятся перед тобой режиссером и абсолютно как бы погружаешься в обстоятельства жизни. А режиссер все-таки человек, который смотрит с большой... Сверху. Сверху, да, с большой стороны на все это. И его взгляд, его видение той или иной истории, они как-то вот, мне кажется, больше казались будут интересны. Поэтому я, видите, как-то так вот, нельзя сказать, что такой переход от актеров к режиссеру произошел как-то так вот моментально. Все как-то было поступательно и в меру как бы для меня как бы осознанно. То есть я и работал и артистом, и обучался на режиссера. Ну вот в результате, как видите, я... Помните, что вы первая поставили в свою жизнь? Да, первая работа режиссерская. Ой, это была, да, это была сказка, сказка Петрушкина дуэль. И мы ее делали с нашими артистами. В Лобусе? Нет. Нет? В Антрепризе. Антреприза. Ну, есть такой, как бы, небольшой театр голосовщиства, который, как бы, играется... Арт-со-звездия, да? Да, совершенно верно, да-да-да-да-да. Вот, и с тех пор, как бы, вот у меня пошла вот такая вот история с предложением от... Я от артистов и от руководства театра на постановке меня как в качестве режиссера. И потом была вот серьезная работа мамочки, да? Да, это была первая работа моя в «Глобусе». Это ваш спектакль? Это мой спектакль, да, который идет до сих пор. Идет до сих пор. Вам спасибо за вашу оценку. Самоидентификация происходит дичайшая просто. Да. Супер. Ладно, вернемся к интервью. Первый спектакль, который вы поставили, мы уже обсудили. А помните ли вы первую роль свою какую-то? Первая роль? Актерская. Актерская. Ну, она начиналась со времен обучения. Я здесь окончил Новосибирское театральное училище, еще тогда было училищем. Вот. На курсе Любови Борисовны Борисовой. И первая моя роль. Первая моя роль. В процессе обучения, или вот если говорить про «Глобус», то я вам скажу... Что вы сами считаете своей первой ролью? Я был китайским мандарином в спектакле «Щелкунчик». В театре «Глобус». Китайский мандарин. Там были слова. Сейчас немножко глаз так задергивает. Я думала, что вот эти вот сказки театральные, про то, что типа я играл дерево, это все как бы сказки. Но нет, мандарин играют реально. Главное, что у них есть еще и слова. Боже мой! Как хорошо, что в жизни мандарины не разговаривали. А там они еще и разговаривают на китайском языке. Вот, вот. Я так и думала, что это еще был китайский. Повторите что-нибудь из этой роли, нет? Помните какую-то реплирую? Причем я был со своим сыном, их было несколько, этих личных человечков, но он именно его заметил и узнал. Вот, это он. Твой друг. К вопросу о всем первом. Тогда, может быть, помните еще и первый спектакль, который вы увидели как зритель? Ваш первый поход в театр. Да, это была ужасная ситуация. Нас потащили всем классом в школу и в школе на спектакль «Чайка в красном факеле». Еще тогда был известный уже ныне сейчас как режиссер Рост Сергей, который играл Треплева. Вот. Я ничего не помню из того, что я увидел, потому что, вы знаете сами, когда загоняют школьников целыми классами, это, конечно... Наверное, очень хорошо изучили штукатурку в театре. Возможно, да, да, да. И, как бы, наши, как бы, мальчишеские игры в зале. Это, конечно, был беспредел. Хулиганы. Ну да. Но вы поосознали все свои ошибки, я думаю, как... Естественно, и поэтому пошел в это искусство, да, чтобы их исправить. Чтобы наказать школьников. Вот за рекламу вернемся еще о театре поговорим. Актер и режиссер. Денис Мальтин у нас в гостях. Или тебя уже, ну как, ты от актерства отходишь? Или все-таки случаются моменты? Был, да, был недавно случай, что мне пришлось выйти на сцену, но, честно говоря, я раньше как-то так идеалистически смотрел на это театрное искусство, что я совмещал бы и режиссерскую деятельность с актерской. Не получается, ты понимаешь? Ну не получается никак. Времени нет или чего? И времени нет, и нет вот возможности. Тем более, что чем... Такие хорошие актеры вокруг, что все и без меня все играют красиво. Совершенно верно, совершенно верно, да. Но могу сказать, что иногда все-таки я свою актерскую деятельность проявляю в репетициях. Показывайте как надо. К сожалению, да. А почему к сожалению? Это же весело. Дело в том, что задача-то режиссера как раз поставить задачу артисту точно словами, а не своим действием. Но иногда я выскакиваю на сцену, потому что мне хочется... Потому что актерская нутро, она во мне сидит. И мне хочется иногда даже выскочить и самому это сыграть и показать, как это может быть. Я думаю, нет ничего страшного в таком порыве. Это знаете, ваша еще юность и задорогая. Ну спасибо. Будет вам лень так лет через 20-30. Вы не подскочите и не пойдете показывать. Потому что там хрустнет, там хрустнет уже ребята сами как-нибудь что-нибудь. Мы знаем за эфиром, обсуждали с Денисом, что у него большие творческие планы. И можно об этом говорить в эфире с театром Барнаульским. Денис прощается. Да, да, да. И дальше что ждет? Дело в том, что да, по семейным остателям сложилось так, что моя семья переехала в город Москва. Вот. И сейчас я такой, как бы скажем, фрилансер, да. Я буду делать, ставить спектакли по другому региону. Вот. Ну, у меня уже сезон расписан. Я работаю в Приморском крае, я в городе Владивостоке у меня постановка. Я буду ставить в Самаре, в Уссурийский, соответственно, потому что меня там всегда ждут и любят меня и артисты, и руководство. Вот. И постепенно буду, конечно же... Стараться найти место в Москве. Совершенно верно, да. Да, да. Ну, я думаю, что там все будет нормально. Ну, вы уже себе определили, да, там, наверное, письма послали куда нужно? Конечно, конечно. Не только письма, я и встречался, знакомился, потому что без этого у нас, к сожалению, в нашей деятельности никак. Есть у вас какие-то творческие мечты, режиссерские, с кем бы вы хотели поработать? С кем-то, может быть, легендарным? Или что-то поставить. Или, да, над чем-то, над каким-то материалом легендарным. Ну, вы знаете, как у любого профессионального режиссера, он должен быть такой режиссерский чемоданчик, который, как бы, вот, состоит из списка тех спектаклей, тех пьес, точнее, тех пьес, которые ты хотел бы поставить в своей жизни, реализовать. И что внутри вашего чемоданчика? Очень много, очень много, очень много. Мне нравятся такие ответы. Нам, пожалуйста, ну, хотя бы несколько примеров, что ли. Ой, ну, мне надо взглянуть в этот список, потому что он действительно большой, огромный. Если говорить о, скажем так, о детских каких-то спектаклях, да, потому что у меня вот растет дочь, и я бы хотел тоже для нее поставить спектакль. И есть вот замечательная пьеса по книге «Скеллинг», которую кто-то ставил, я не помню, кто из режиссеров, вот, в другом совершенно городе. Это современная детская история. Ну, даже не то чтобы страшилка, но страшилка, наверное. Хорошо. А остались у вас какие-то мечты актерские? Может быть, они исполнились, может быть, так и остались нереализованными? Какую роль бы вам хотелось, мечталось сыграть? Было такое что-то? Может быть, еще в училище? Ну, это было. Каждый мечтает стать Гамлетом, вот это вот все. Ну, да, наверное, было, но я сейчас уже и не вспомню об этом. Ну, потому что... Ну, сейчас вы не думаете о том, что вы еще вышли на сцену в роли кого-то? Вы знаете, я, может быть, себя бы попробовала в качестве актера кино, да, но, опять же, с каким-то режиссером. Кого бы вы хотели снимать? Ой, ну, не знаю. У нас такие эфиры, понимаете, когда можно желать. И потом, да, кстати, многое сбывается. Можно себе что-нибудь загадывать, это только приветствуется. Я вот сказал, 2-1 мы выиграем, но вот выиграли, все. Да, вот вы пожелаете, Саша произнесет, и все будет буквально на следующий день. В общем, Саша, я хочу сниматься в кино в Москве на Мосфильме. Вот, я не знаю, наверное, у Карена Шахстаназарова. С Данилой Козловским. Да. В главной роли, да. Нормально, хорошо. Как зритель последнее, что видели? Как зритель? Я был... Ну, из не своего, естественно. Да, да, да. Я был на сдаче спектакля «Три сестры» Константином Богомолова в МХТ. Что скажете? Какие ощущения зрители? Я могу сказать, что я получил ощущение и удовольствие от того, что я увидел. Потому что это новый взгляд, это новое решение, и оно мне показалось безумно для меня интересным. А тебе хочется экспериментировать самому? Да, да, да. Я за такой театр, за экспериментальный. Мне нравится искать новые формы. Режиссеры что-то друг у друга вот так тискают, ну, по-честному. Или они просто вдохновляются и делают что-то свое? Вы знаете... Когда видишь хороший спектакль, вот есть какая-то зависть? Нет, не зависть, наоборот. Ощущение воздуха и вот этой свободы, понимаете, режиссерской. Потому что, когда я вижу перечёску работы какого-то другого режиссера, я понимаю, что для меня это, ну, клёво. Ну, как так он решил это, как это здорово. А вот если вот так попробовать, и вот так вот. И поэтому тут нет никаких сравнений. Как толчок просто, да? Как толчок, да, 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 совершенно верно. Вот, но вдохновение я, допустим, чаще всего нахожу в музыке, да. Какая музыка вам нравится? Ой, разнообразная. Понимаете, я сейчас, вот, допустим, занимался выпуском спектакля Алексей Каренин по пьесе Сигарева. Это по мотивам Романа Льва Николаевича Столстого Анны Каренина. И там совершенно разная... Это не классическая музыка, а более такая, ну... Андеграунд. Андеграунд, да, да. Атмосферность это в театре, наверное, что-то такое. Это одна из важных вещей, да, в театре. Спасибо большое. Это ещё не всё. Хорошо. Актёр и режиссёр Денис Малютин был у нас на пятом ряду, четвёртом месте. Денис, забавная история. Так, ну она, забавная история, у меня больше всего происходила, когда я занимался актёрской деятельностью. Так вот, антрепризы, артисты. Мы играем спектакль, который как-то я даже сам попробовал поставить. Вот, его поставил. Это комедия, очень лёгкая, свободная, и там, в общем, тема о том, кто там, жёны изменяет мужьям, мужья изменяют женам, и, в общем, как бы вот это такая суматоха. О чём говорят мужчины? Ну, что-то вроде этого, да, да, да. И я, как муж, свою жену пытаюсь отправить в другое место. Что ты не смотрел этот спектакль? Нет, 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 в смысле, пароли, пароли, пароли. Я там Жак, а она там Люсьен какая-то. Я Жак. В общем, Жак пытается найти момент того, чтобы отправить свою жену. И сам, как бы, делает это, врёт ей, говорит о том, что, дорогая, милая, я сегодня уезжаю в командировку. Вот, срочно вызывает в командировку, вот, поезд у меня сегодня, а, вылетаю сегодня в 20.45. И по тексту, ну, это так, по тексту, и она говорит, как? Я так, как бы, вот с таким нарочитым, таким сожалением, а вот так? Да, и, в общем, и дальше-дальше какая-то ситуация, там, и история там продолжается. И вот очередной спектакль, на котором я ляпнул. Милая, дорогая моя, я сегодня должен уезжать в командировку, вот, вылетая сегодня в 25.45. Моя партнёрша, да вы представляете, как её лицо, она начинает улыбаться, она начинает смеяться, а я с серьёзным лицом не понимаю, что... Да. Потом только понял, что я ляпнул. 25.45. И она говорит, как? А я говорю, а вот так. А вот так? Чего только не случается на сцене театра. Спасибо большое, актёр, режиссёр Денис Малютин был у нас в гостях. Посчастливилось нам застать его в Новосибирске. Надеюсь, в следующий раз увидим ваше творение. Спасибо. Спасибо. И мы тоже всем говорим спасибо. В студии Радио 54 для вас работали Талалаева Настя. Александр Часовитин. Всем добра и позитива, живите интересно. Пока-пока. После новостей Геннити.